Опять оскорбление. Удивляет в простоте твоей, брат? Неужели ты думаешь, что дьявол перестает искушать кого-либо? К тому же, разве можно обвинять весноватых, которые падают на землю и источают пену? Точно так же нельзя винить и тех, которых дьявол извергает в противление нам из оскорбления. Не их надо винить, а страсть и разжигатели ее. Тебя смущает враг, и ты не смотришь на свои грехи, а зорко видишь грехи близнего, а проступка в брак отвердишь, а про свои забыл. Да и кто ты, чтобы смотреть на сужие грехи? Вспомни, Лазаря, сколько времени терпел он благодаря Богу. Я впал в мечтания, храмные во сне. Впадать в мечтания и в другие страсти оставляет нас Бог, чтобы мы познавали немость Свою и упование Своей надежды возлагали не на себя, а на Него единого. Однако ж не думай, что мы по воле Божией впадаем в мечтания и другие страсти. Но за нерадение наше попускает это на нас Бог, и по человеколюбию Своему через зло, проявляющееся в нас, приводит нас к смирению для нашего спасения. Познай же, кто ты таков, и смирись не только перед Богом, но и перед людьми, возложи все свои потечения на того, что может сделать несравненно более того, что просим или о чем помышляем. Изнемогай от искушений. Не изнемогай, брат. Бог не оставлял тебя и не оставит. Ты знаешь, что приговор, изреченный владыкой, общему нашему отцу Адаму, в поте леса твоего будет есть хлеб твой, не приложен. Как золото, разжигаемое в горниле, делается чистым и годным для царского венца, так и человек, разжигаемый скорбями, если терпит это с благодарением, делается сыном царствия. Верь же, что и все с тобой, и встречающиеся, служит к твоей пользе, чтобы и ты получил дерзновение перед Богом. Десят. Больному, унывающему, облобызая страдания спасителя нашего, как бы и ты вместе с ним терпел. Поношение, раны, уничижение, оскорбление через оплевание, укоризну, багрянинки, позор тернового венца, уксус жёлтый, боль от вонзения гвозди, прободение копьём, излияние воды и крови и заимствия из этого отраду болезням твоим. Господь не оставит на праздном труда твоего. Он попустил тебе потерпеть малые болезни для того, чтобы ты не чувствовал святых, когда увидишь их в тот час, насящие плоды терпения, скорби и прославленными, но был сообственником их и Иисуса, имея дерзновение перед ним со святыми. Не печалься же, Бог не забыл тебя, но печётся о тебе, как о быстреннем своём сыне, а не как о прелюбодейцах. И так один. Да подаст всем нам помощь великий тот брат нас, разумею Господа нашего Иисуса Христа, благоволившего соделать нас своими братьями. И мы уже соделали с ними, и ангелы ублажают нас. О, кого имеем мы своим братом, сильного, чтобы укрепить нас, крепкого, чтобы разделить скорости, военачальника, чтобы во время брани поразить врагов, нападающих на нас, врача, чтобы уврачевать внутреннего нашего человека вместе с внешним, покорив его и ему, питателя, чтобы напитать нас духовной кистью, живого, чтобы изъявить нас, милостивого, чтобы нас помиловать, медрового, чтобы нас уседрить, царя, чтобы и нас сделать царями, бога, чтобы и нас сделать богами. Итак, знай, что все заключается в нем, молись ему, и он подаст тебе прошение сердца твоего, если только сам не воспрепятствуешь ему. Господь Иисус сказал, что просите и получите, да исполни все прошения твои. Только приготовь дом свой, тщательно отчистив его для принятия Божьих дарований. Они с охранными пребывают только в отчистенном доме, и только там издают благоухание свое, где нет не чистоты. Что вкусает и что делает сокиуздым ветхого человека, распятым для мира, как и мир для него. И ведь всегда, Господи, сколько не ударяют волны вража, не разбивают корабля его. И от сели он делается страшным для врагов своих, ибо они видят на нем святую печать, и сколько он становится врагом, и столько делается искренним и любезным другом великого царя. Да не расслабляют тебя тревоги, наносимые бесовскими страстями и мечтаниями. Веруются, хотя бесы беспокоят и искушают нас, но не успеют ничего сделать, а еще увеличат добродетель нас, если только прилежно внимаем в себе, чтобы сохранить малое терпение. Не будем же ослаблять усилия, чтобы не потерять обетование, данное нам человеколюбивым, милосердным Богом. От него зависит подать, а наше дело сохранить. И не удивляйся, что после святых обетований и нераскаянных дарований Божьих, бесы снова воздвигают на тебя постыдные страсти свои, надеясь похитить безмерное богатство. Но вспоминая, как они были бесстыдны, когда после того, как сам Бог засвидетельствовал о святом Иове, какие искушения и казни воздвигали против него, чтобы не вложить этот столб терпения. Однако они преодолели его и не могли рассыпать сокровища светлой его веры и благодарения. Жил это сделать птичей, пройдя через огонь, то есть пройдя через множество искушений. Бог позволил и допустил, чтобы и после особенного свидетельства его о праведнике, раб его был искушен для большей тести и славы владыки и безответности врагов. Не унывай же, печати обетований целы, но потерпи Господа, претерпевший до конца спасется о Христе и Иисусе Господе нашим. Ответы. Смущение помыслов случается с тобой от того, что ты имеешь непостоянное сердце. Вина виноградного оставлять совершенно не надо, но употребляй его понемногу. Спать сидя впоследствии приводит к смирению. В ответ за всего себя предай Богу в страхе его. 15. Внимай себе. Демоны хотят привести себя к тому, что мало полезно. Как-то спать или не класть изголовья. То есть то же, что мятва и кимен и копор. И внушает оставить вязкие закона. Матвея 23.23. То есть, чтобы угостить гнев и стеснить раздражительность, и стяжать послухание во всем. Спасеваясь за них тебе, это для того, чтобы привести в изнеможение тело твое, от чего ты спадешь в недуг, и поневоле потребуешь мягкой постели различных пищей. А лучше будь доволен одним изголовьем и успокаивайся на нем со страхом Божиим. Вложи в горшок твой приправу измысленность с надобием, каковы смирение, послушание, вера, надежда, любовь, ибо имеешься их, утверждает пир небесному Царю Христу. Я увлекся хульным помыслом. Уже немало времени тому, как ополчился на тебя бесхульный, погубляющий души, которые приемли к его. Он уловил тебя за гривну, цепь на крыле, в страсти, чтобы умертвить тебя. О, да не даст ему Бог мой место исполнить на тебе волю свою. Но не отчаивайся, все предстоит тебе Бог, приемлющий покаяние твое. Пробудись от прелести пленения и прежде всего угощи гнев и раздражительность, зная, что они приводят человека к павубному хулению на Бога. Приобрети за смирение опаляющие демонов, послушание открывающиеся им в Божий вход в человека, веру спасающие человека, надежды непосрамляющие, любовь, недопускающие человека, отпасть от Бога. Ты не позаботился об этих добродетелях, а напротив избрал себе противоположное, гнев, раздражительность и совершенную погибель, высокоупомянутая хуление. Но потрудись исправить, взирая на благость Божию и помышляя, сколько благ Господь. Проседшая простена тебе, но исправься отныне. В течение сорока дней приноси покаяние Богу, делая ежедневно потри поклона и говоря, «Прости меня, Ахулисово, тебя, Бога моего». И исповедуя его злых улицами устами твоими крис, бездень, говоря, «Слава тебе, Боже мой, и благословен неси во веки! Аминь!» И не впадай в то же снов, чтобы не святилось с тобой чего-либо худшего. От нечувствия сердца ты пришел в гнев, а от гнева перешел к тому, что отступил от святого претещения. И, будучи племен, совершенно впал и в ров хулы. И если бы не предварила тебя рука человеколюбивого Бога и молитвы святых, то душа твоя впала бы в пагубу отчаяния. Вот через меня, малейшего, говорит тебе Бог, «Согрешил ты, не греши более!» Молися о прежней грехах твоих. Бог милостив и при желании нашем исправиться, прощает нам грехи. Скорблю на Аву за то, что он другим дает предпочтение. Брат, ты сам тебя искушаешь. Разве не знаешь, что каждый от своей похоти искушается претещаем? Не внимай никому другому, кроме себя самого, и не любопытствуй от других, потому что это не полезно для тебя ни в таком отношении. И смотри, через такую вестерзную вещь смутил сатана сердце твое. Восстань же поддерживаемой рукой и Божией, и не верь помыслам своим, через которые демоны показывают тебе вещи, как хотят. Когда предлагают делать что-либо, означающее почтительность, сохрани себя от того, чтобы не радоваться, когда тебя почитают заметки. И покажи послушание, изгоняящее предпословие, ненавидимое Богом и любящими Его. Держись послушание, которое возводит на небо, и приобрет цихонное, делай подобными сыну Божию. Как положить начало покаяния? Если желаешь положить начало покаяния, посмотри, что сделала блудница, слезами своими омыла она ноги владыки. Пласть омывает всякого от грехов. Но человек достигает плача трудом, посредством многого поучения, стесания, терпения, размышления о страшном суде и стыде вечном. И через самоотвержение, как сказал Господь, кто хочет идти за Мною, да отвернуться за себя и возьмёт крест свой и следует за Мною. Отвернуться за себя и взять крест свой, значит, отсекать свою волю во всём и посчитать себя за мечто. 60. По немощи телесной не могу подвизаться, подобно отца. Если ты немощен и не можешь многое понести, то делай посилий свои, кушай хлеб и питья, несколько менее потребного для тебя. 61. Ибо Бог принял две лепты вдовицы и порадовался о них более нежели о всём прочем. Обучи себя не обращаться с другими свободно, и ты спасёшься. 62. Возникающие во мне помыслы говорят, иди в свою сторону, и там спасёшься. 63. Это от врага, который предлагает тебе это под видом правды, для того, чтобы, поругавшись над тобой, сделать себя предметом соблазна для многих, дабы ты за них понёс осуждение. 64. Впрочем, ты подвергаешься этому за твоё нераденье и тщеславие. 64. К нераденье и тщеславии присоединяясь твои козни и демоны, чтобы погубить твою душу. 65. Внимай же себе тщательно и подвизайся против помыслов, прогоняя нераденье и тщеславие. 66. Не делай ничего по своей воле и не принимай возникающих в тебе помыслов и самооправдания. 66. В противном случае ты подвергнешься сильному падению. Приобрети твердость, и она удалит от тебя свободу в обращении с ближними, причину всех зол в человеке. 68. Оставь себе попечение и будешь свободно служить Богу. 69. Соделайся мёртвым для всякого человека и будешь странником, почитая себя за ничто, и мысль твоя не будет смущать тебя. 69. Не думай, чтобы ты сделал что-либо доброе, и награда твоя сохранится тебе в целости. 70. Сверх того помни, что ты недолго пробудешь в теле и старайся сделать то, чтобы с дерзновением ты мог бы сказать в тот день, уготовился и не смутился. 71. Брат, нельзя жить без труда, и никто не лентяется без подвига. 72. Понуждая себя подвязаться о своём спасении, и поможет тебе Бог, который хочет всем человеком спастись и в разум истины прийти. 72. Не все живущие в монастырях монахи, но тот монах, кто исполнил дело монашеское. Господь сказал, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдёт в Царствие Небесное, но исполняйся волю Отца моего Небесного. Брат, зачем ты позволяешь врагу издеваться над тобой и подвергать тебя опасностям падения? 75. Ты спрашиваешь, и не стараешься исполнять сказанного тебе. 76. Опять спрашиваешь, и тщеславно передаёшь то другим из человека угодья, и сам препятствуешь себе преуспеть вскоре. Время нам дано, чтобы, познав свои страсти, трудиться над уврачеванием их, плача и рыдая. 78. Если пребываешь в теле, рассеиваешься мыслями, укоряй себя за то, повергая немощь свою перед Богом. 79. Кто хочет быть иноком, тот отнюдь ничем не должен иметь своей воли. 80. Христос, Господь, научая нас этому, сказал, пришёл в мир не свою волю творить. 80. Если же ты одно будешь исполнять, а от другого отказываться, то тем покажешь, что ты расследительный и повелевающий о тебе. А это тоже есть, что быть поругану от бесов. 80. И так ты должен слушаться во всём, хотя бы тебе и казалось, что дело повелённое не безгрешно. 81. Авва, назначающий тебе то, понесёт и грех твой, и с него взыщется ответ за тебя. 81. Если дело крайне для тебя неудобно и опасно или выше сил твоих, объясни то Авве и сделай, как он рассудит. 82. Когда я вступлю в разговор, увлекаюсь и тебя забываю, а потом стыжусь и скорблю. 83. Чтоб немощному не впасть в это из славолюбия, ему должно всячески избегать многословий, прекращать разговор, извиняясь с тем-нибудь и удаляясь от разговаривающих. 84. 85. Когда разговор приносит пользу и не слушат препятствиям более нужному делу, то стой, пока разговариваете. Если же разговор этот не полезен, скажи «простите, я немощен» и удались. Как поступать при встрече с другими? 87. При встрече с кем-либо ограничивается только приветствием, потом скажи «помолись о мне, я иду по делу» и уйди. 87. А когда спросят тебя о чём-либо и ты знаешь это, то скажи и проходи далее. 88. При незнании же скажи «не знаю» и проходи далее. 88. Хочу пресечь свидания, сразу ли пресечь их или мало-помалу? 89. Если пресечёшь свидания одним разом, то будешь покоен, а иначе и для себя, и для других будешь причиной многих смущений. 89. Больничник спрашивает, читает ли врачебные книги? 90. «Читай, но читая их или спрашивая кого о врачебствах, не забывай, что без Бога никто не получает исцеления. Кто посвящает себя врачебному искусству, тот должен придать тебя имени Божию, и Бог подаст ему помощь. 90. Врачебное искусство не препятствует человеку быть благочестивым, но ты занимаешься им как рукоделием и для братьев. Что делаешь, сделай со страхом Божиим и сохранишься молитвами святых. 91. Целый день нахожусь в занятии, и оно не допускает меня помнить о Боге. 91. Бывает, что иной много слышит о каком-либо городе, но когда случится ему войти в него, он не знает, что это тот самый город, о котором он слышал. 92. Так и ты, брат, целый день проводишь в памяти Божией и не знаешь того. 93. 94. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 96. 96. И осуждай себя как недостойного. И Бог отвратит от тебя пристрастия. 70. Каждый по своей мере любит ближнего своего. Мера же совершенной любви состоит в том, чтобы ради той любви, какую человек имеет к Богу, любить и ближнего своего, как самого себя. 96. Юные от неразумной любви друг к другу и от того, что собираются вместе для особых бесед, подвергаются падению. 97. Мера же любви друг к другу должна быть такова – не клеветать друг на друга, не ненавидеть друг друга, не уничижать, не искать своего только, не любить один другого ради телесной красоты или ради какого-либо телесного занятия, не сидеть друг с другом без крайней нужды, чтобы не ставить держусь, погубляющую все плоды инока и делающую его подобным сухому дереву. 97. Хочу спастись, но не знаю пути спасения. 98. Брат, вот через Божественное Писание и через отцов указал нам путь спасения, сказав, в опросе отца твоего и воздействит тебе стартов твоих и скажут тебе по разоконе 32.7. Итак, если хочешь не заблудиться в деле спасения, то не делай ничего без вопроса у отцов духовных и не заблудишься от благодати Бога, всем, хотящего спастись и в разум истине прийти. Полмысл говорит мне, что если уйду куда-нибудь и стану жить один, то достигну совершенного безмолвия. 99. Владыка наш Иисус Христос прежде креста претерпел многие досаждения и поношения и после этого уже взошел на крест. 50. Подобным образом и никто не может достигнуть совершенного и многоплодного безмолвия и упокоения святого и совершенного, если прежде не спостраждет Христу, живя среди братьев, и не претерпит всех страданий Его, вспоминая слова апостола «если с ним страдаем, то с ним и прославимся». 51. Не обольщайся. Иного пути спасения нет, кроме этого. Больня. 52. Болезнь эта постигла, чтобы ты не отошел к Богу бесплодным. Если претерпишь и будешь благодарить Бога, то она вменится тебе вместо подвига, так как ты недолго пробыл в иноческом образе. 54. Не должен без повеления ходить куда бы то ни было, потому что то, что мы делаем по своим помыслам, не угодно Богу. А когда по повелению идешь, тогда в том, что исполняешь повеление пославшего, заключается и молитва, и угождение Богу, который сказал, сошел с небес, чтобы не свою волю творить, но волю пославшего меня Отца. Приупреждаюсь в посвящении. Попросите помощника. 55. Брат, кто желает прийти к Иисусу и ходит к путем спасительным, тот должен ежечасно ожидать искушений и скорбей. 56. Писание говорит, чадо, если приступаешь работать, Господь приготовь душу твою к искушениям. 57. И Господь сказал, грядущий за мной да отвергнется себя и возьмет крест свой на всякий день и идет за мною. 58. Итак, желающий быть его учеником, должен до самой смерти исполнять послушание, быть одному и несколько утруждать себя полезнее для тебя, нежели приглашать другого. 59. Свобода в обращении не столько усиливается тогда, когда брат только помогает тебе, сколько в том случае, когда он будет постоянно находиться вместе с тобой. Кого спрашивать о помыслах и следует ли, спросив одного, спросить о том же и от другого? Вопрошать надо бы на того, к кому имеешь веру и знаешь, что он может понести помыслы, и верующему, как Богу. 60. Вопрошать же другого о том же помысли есть дело неверия и пытливости. Если веришь, что Бог говорит через Святого Своего, то к чему здесь испытание или какая надобность искушать Бога, вопрошая другого о том же самом? Сколько раз надо помолиться, чтобы помысл получил извещение о деле? 63. Когда не можешь спросить своего старца, то надо трижды помолиться о всяком деле и после этого смотреть, куда преклоняешься. 64. Хотя на волос так и поступить, ибо извещение бывает заметно и всячески понятно сердцу. 65. Как должно молиться по три раза, в разное ли время или тотчас? 66. Бывает, что нельзя отсрочивать. 66. Если имеешь свободное время, помолись три раза в течение трех дней. 66. Если заслужится крайняя надобность, как во время предания Спасителя, то прийми за образец, что он отходил трижды для молитвы и молитвы. 67. Смолясь трижды, произносил одни и те же слова о руководстве. 68. Когда корабль обуревается волнами, то если он имеет корнчивость, то премудростью, данной ему от Бога, спасает корабль, и плывущий на нем радуется, видя его благосостояние. Равным образом больного немало веселит воспоминания о враче, еще более его искусство. 69. И путника, находящегося в опасности от разбойников, ободряет голос старожей, и тем более их присутствие. 70. Ежели сие действительно так, то не гораздо ли более должен доставить веселье ответ Отца всякому слышащему, особенно когда он соединен с прилежной молитвой к Богу, сказавшему молитесь друг за друга, да исцелеете. 80. Открывающий свои согрешения оправдывается в них по словам Писания, скажи беззаконие твои прежде, да оправдишься, Исайя 43, 26. И еще. «Сказал, исповедуй беззаконие мои Господа, и ты оставил мне тесто сердца моего». Салом 31, 5. «Будем беречь тебя вперед, а прежнее Бог просил нам». Если кто, соблюдая пост, примешивает что-либо к нему по своей воле или постится, ища человеческой славы и приобретения от нее, то пост его бывает мерзок Богу. Так и во всем. Всякое доброе дело, которое совершается не из одной только любви к Богу, но к которому бывает примешивана и своя воля, нечисто и неприятно Богу. Это можно познать и из Божественного закона, который говорит «Мешанного семени да не сеешь на поле твоем, и да не сотвори себе ризы от волны и льна». Второзаконие 22.9, Левитом 19.19. «Изучая псалмы на память, невысокомудрствуй, чтобы не оказалось, что ты наполняешь воздух бесполезными словами, и это не послужило тебе в осуждение. Слово Божие есть семя добра. Если оно в тебе бесплодно будет, то ты осудишься вместе со скрывшим в землю серебро, данное ему для приумножения. Какими устами возблагодарить Того, Который сперва создал нас, потом даровал нам помощь на сопротивного, и, что всего важнее, даровал место покаянию нашему и тела, и кровь Свою в оставлении грехов и к утверждению сердца? Никогда не достигнем мы того, чтобы по достоинству благодарить Его, однако будем приносить Ему посильное благодарение устами и сердцем, особенно же претерпением всего ради Его до самой смерти, и Он, по человеколюбию Своему, сравнит все это с двумя лептами евангельской вдовицы. Когда тебе представляется какое-либо дело по Богу, а противоположный помысл сопротивляется Ему, то из этого самого познается, что дело-то действительно есть по Богу. Но приложи молитву и смотри, если в то время, когда будешь молиться, сердце свое утверждается в благом, и благо это возрастает, и не умаляется, тогда будет ли оставаться противоположный помысл, докучающий тебе или нет, знай, что дело-то по Богу. Ибо благому непременно бывает прискорбное сопротивление по зависти дьявольской, но оно, благое молитвы, берет над этим вверх. Если же кажущееся добро будет внушено дьяволом, а при том будет и сопротивление от него же происходящее, тогда молитвы и самое мнимое добро умаляется, и вместе с ним мнимое сопротивление. В таком случае очевидно, что враг сопротивляется помыслу, влагаемому от него, лишь для того, чтобы через это самое обольстить нас, принять этот помысл за добро. 85. Когда помысл хвалит тебя, и ты не можешь избежать вреда этого, постарайся призывать имя Божие и скажи своему помыслу. Писание говорит, люди мои, блажащие вас обольщают вас, и стель зенок ваших возмущает, Исайя 3.12. То же дело и когда другие хвалят, припомнив при том, что принимающий похвалу человеческую не получает пользы, как говорит сам владыка. Как можете веровать в меня, принимая славу от человеков? Вообще же надо держать в уме и сердце, что хвалящийся о Господе должен хвалиться. Потому что если и бывает, что у нас по Богу, то все с Божьей помощью. Почему апостол, достигнув и великой меры, не хвалился в себе, но взывал, говоря, благодатью Божией есть не то, что есть. Когда во время псалмопения и молитвы или чтения придет худой помысл, пренебреги им и вникни тщательнее в псалмопение, молитву или чтение, чтобы заимствовать силу от произносимых тобой слов. Если он упорствует, постарайся призывать имя Божие, и Бог поможет тебе и упразднит ухищвение врагов. Как снижевать умиление в молитве, чтении и псалмопении? Умиление в молитве приходит от воспоминания о грехах своих. Молящийся должен привести себе на память дела свои и то, как бывает судимый, делающий подобное всем. И страшный тот голос, отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный. При чтении же и псалмопении умиление приходит, когда кто возбуждает ум свой ко вниманию произносимых им слов и восприемлет в свою душу силу, заключающуюся в них. Если, несмотря на то, нечувствие еще все будет оставаться в тебе, не ослабевай, а все, труди себя терпеливо. Ибо милости вы щедры и долготерпелив, Бог принимающий наше старание. Вспоминай всегда слова псалмопевца. «Терпя, потерпел Господа и услышал меня» Псалом 39.1 «Поучаясь в этом, уповай, что вскоре посетит тебя милость Божия». Если во время псалмопения или когда бываешь с людьми, случится тебе призвать Бога, не подумай, будто без устного произношения ты не призываешь Его, но помни, что Он сердцеведец и взирает на сердце, и призывай Его в сердце Твоем. Это и есть сказанное в Писании «Затвори двери Твои и помолись Отцу Твоему, который в тайне». Если же и не произнесешь в сердце имени Божия, а только вспомнишь о Боге, то это еще скорее призывание и достаточно в помощь тебе. Истинный пляж, соединенный с умилением, заглаждает прежнее согрешение и омывает скверно, и постоянно именем Божием охраняет человека, который приобрел его, изгоняет смех и рассеянность, и поддерживает непрестанное сетование. Он есть щит, отражающий все разожженные стрелы дьявольские. Имеющий его вовсе не уязвляется брани, если он будет и среди людей, и даже с блудницами. 90. Несовершенный плач то отходит, то приходит сообразно с тем, как помысл ревность о спасении попеременно то разгорячается, то расслабляется. Когда же теплота соделается постоянной, тогда бывает умиление великое и постоянное. А ему последует и истинный плач, о коем должно заботиться, понуждая себя, дабы получить его. Смирение состоит в том, чтобы отсечь во всем свою волю и не иметь ни о чем попечения. Отсечь корень страстей, похоти, чьего угодия, церебролюбие, значит то, чтобы отсечь свою волю, огорчать себя, сколько возможно, и понуждать органы чувств, чтобы они сохраняли свой чин, а не злоупотреблять ими. Через это отсекается корень не только этих, но и прочих страстей. Предание всего волю Божию охраняет человека от смущения, что бы ни случилось. Но смущение все же может подступать и препятствовать принять случившееся благодарной с радостью. В таком случае надо вести врань с этим смущением, оживляя преданность волю Божию восстановлением убеждения, что все от Бога и что все, бывающее от Бога, благо для нас.